В Стамбуле вновь вспыхнули антиправительственные акции протеста. Оппозиция вывела на улицу своих сторонников после того, как суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника Генштаба Турции. Генералы, а также несколько десятков военных и гражданских лиц обвиняют в попытке совершения государственного переворота с целью свержения правительства Таипа Эрдогана. С подробностями Вадим Милицин. Генерал Элькер Башбу приговорен к пожизненному заключению. Помимо бывшего начальника Генерального штаба Турецкой армии, различные тюремные сроки получили десятки других высокопоставленных представителей военного истеблишмента. Оправданы по громкому делу Эргеникона лишь 20 обвиняемых. Более 250 ожидают приговора суда. Помимо офицеров на скамье подсудимых – юристы, писатели, чиновники, ученые и журналисты. Их обвиняют в причастности к тайной ультра-националистической организации, которая, по мнению стороны обвинения, собиралась свергнуть правительство Таипа Эрдогана. Речь идет о событиях десятилетней давности, когда умеренные исламисты едва пришли к власти в Турции. Процесс проходит в зале заседаний на территории тюрьмы строгого режима, в которой содержится бывший начальник турецкого генштаба. У стен тюрьмы проходят акции протеста. Сегодня полиция уже применяла водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы отогнать демонстрантов от ограждений. Оппозиция называет дело Эргеникона охотой на ведьм и добивается оправдания подсудимых. Мы надеемся, что судьи будут руководствоваться принципами справедливости и гуманизма. Мы надеемся, что подсудимые, которым предъявлено ложное обвинение, будут оправданы. Таковы наши надежды, но в реальности мы ожидаем от властей совсем другого. По данным расследования, тайной организации Эргеникон существует уже несколько десятилетий. Ее костяк составляют военные, считающие себя гарантом светского развития страны. Во второй половине прошлого века они совершили три государственных переворота. По мнению прокуроров, в 2003-м должен был состояться четвертый. Армия с самого начала находилась в конфликте с исламистской партией справедливости и развития, которую возглавляет Таип Эрдоган. Из материалов дела, насчитывающего около тысячи страны, следует, что секретный план переворота под условным названием «Операция Молот» был подготовлен в штабе, расквартированный в Стамбуле, первой турецкой армии. Как утверждают следователи, заговорщики собирались устроить серию взрывов в мечетях Стамбула, после чего ввести в стране чрезвычайное положение. На этих кадрах видно, как оперативники раскапывают склад комплектующих для изготовления взрывных устройств. Судебный процесс над предполагаемыми членами Эргеникона в очередной раз указал на глубокий раскол в турецком обществе. Как и в ходе недавних волнений на площади Таксим, то ее части, которая считает, что Турция должна развиваться как исламское государство, противостоят сторонники светского пути развития, которых поддерживает могущественная армия. Вторая по численности в НАТО – послеамериканской. Дело Эргеникона – лишь один из эпизодов идеологического противостояния, которое может растянуться, если не на века, то как минимум на десятилетия. Вадим Милицын, телекомпания «Активей». Продолжение следует. Продолжение следует.